Уважаемые студенты, ваше внимание предлагается лекция на тему «Отбор проб пластовых проидов приборами на кайфе» по дисциплине «Специальный курс технических предметов» предназначена для бакалавра в специальности 5B0706-00 геология и разведка месторождений полезных садов. Лектор, старший преподаватель кафедры геологии и разведки МТИ Аргандинского технического университета Токушево-Живе-Колеон. Цель лекции – усвоение обучающимися принципа работы аппаратуры и методики проведения работ по отбору стоп-пластовых проидов приборами на кабеле. План лекции – общие сведения, принцип работы опробователя на кабеле, типы опробователей, результаты, инновационные технологии испытания пластов на кабеле. Глубинные пробу пластовых проидов отбираются для исследования их свойств в пластовых условиях. Точные знания свойств пластовых проидов необходимы практически для всех стадий добычи углеводородного стремя. Для подсчета запасов, проектирования скварин, интерпретации данных для физических исследований и гидродинамических исследований. Контроля за разработкой, подготовки, транспортировки и оценки качества продукции, охраны окружающей среды. Необходимы условия для точного знания свойств пластового проида – представительность опробователя. Проба считается представительной или информативной, если ее компонентный состав идентичен в составе пластового проида. Условия отбора представительных проб пластового проида. Представительность проб в значительной степени зависит от состояния проида в пласте и на заборе, то есть режима работы скважины. Возначают три основных режима. Упроководонапорный режим, когда пластовое и забойное давление выше давления насыщения. Упроководонапорный режим, когда забойное давление ниже давления насыщения, а давление насыщения ниже пластового давления. и режим растворенного газа, когда забойное и текущее пластовое давление ниже давления насыщения. В первом случае состав холида на забое не отличается от состава холида в клесте, и отбор проб представляется наиболее простым. Во втором случае на забой поступает продукция в двухфазном состоянии, но выделение свободного газа происходит в призабойной зоне пластового. В третьем случае на забой скважины поступает продукция в двухфазном состоянии, но свободный газ выделяется не только в призабойной зоне, но и в более удаленных от скважины зонах пластового. Если в первом случае отбор информативной опыли является относительно простым и зависит только от качества и надежности правоотборника, то во втором случае он становится достаточно сложным в технологическом процессе. При указанных выше условиях вокруг скважины образуется воронка депрессии, состоящая из двух областей. Область двухфазного состояния нефти с перепадом давления, равным разнице между давлением насыщения и забойным давлением. И область однофазного состояния с перепадом давления, равным разнице между пластовым давлением и давлением насыщения. Для отбора информативной опыли необходимо перевести скважину на режим, обеспечивающий величину забойного давления выше давления насыщения, с целью отобрать весь объем дегазированного депресса. Для третьего режима не существует способа для отбора представительных проб, так как к забою скважины поступает газо-мельчинная смесь с уже измененными компонентами поставок. Кроме того, при испытании пласта важно, чтобы при отборе пробы призабойная зона пласта была очищена в правовую основу или продуктов повторного вскрытия пласта. В связи с этим становится необходимо отбирать пробу после того, как будет вызван приток флюмидар, замещающий указанным выше вещества. Иногда это происходит после нескольких периодов притока. После того, как пробоотборник на забое заполнен флюмидар при пластовых условиях, он готов к подъему на поверхность. Чтобы сохранить высокое качество пробы в дальнейшем, важно обеспечить ее целостность и на всех последующих этапах. После подъема приток флюмидар на поверхность, при подготовке пробы для исследования ее по физическим показателям и химическому составу. Даже если проба была отобрана в монофазном состоянии, при подъеме на поверхность давление в пробоотборной камере будет снижаться вследствие остывания. При этом в обычном пробоотборнике большой вероятностью может произойти разделение фаз. При этом асфальтен и смолы оседают на внутренней поверхности пробоотборника и могут частично оставаться там даже после того, как проба будет нагрета до пластовой температуры и будет переведена в транспортировочный контейнер. Таким образом, необходимо при подъеме пробы на поверхность предотвратить выделение из нее газа, асфальтенов и смол, происходящие от следствия ее охлаждения. Либо после подъема на поверхность привести пробу в однородное состояние с нагреванием, повышением давления и тщательным перемешиванием. Отбор проб производится и на этапе бурения, и на этапе разведки, и на этапе эксплуатации скважин, как в открытом, так и в обсаженном стволе скважины. Для отбора проб пластов во фрагеля применяют испытатели пластов на кругах и опробователи пластов на кабели. Геофизические организации применяют опробователи на кабели. Принцип работы опробователя на кабели. Опробователь состоит из прижимного устройства ПУ на рисунке, герметизирующего башмака ГБ и камеры для пластового флюида. В исходном положении камера заполнена воздухом под атмосферным управлением. После установки прибора воспламеняют первый пороховой заряд ПЗ-1 и приводят в действие гидравлическую систему, которая прижимает герметизирующий башмак к стенке скважины. На данном рисунке показано состояние опробователя, когда он уже прижат к стенке скважины. Башмак закрывает часть стенки скважины и изолирует небольшой участок равной площади отверстия башмаки. При подключении камеры к герметизирующему башмаку за счет большого перепада давлений в пласте и баллоне герметизирующего башмака жидкость и газ начинают поступать внутрь прибора, в опробователь. При этом герметизация опробуемого участка улучшается, так как к усилию прижимной системы добавляется действие гидростатического давления, дающее на средних глубинах сил прижатия в несколько сотен килограмм. После отбора флобы флюида камеру герметизируют с помощью второго порохового заряда и клапана. Одновременно давление под башмаком уравнивают с гидростатическим, без чего было бы трудно оторвать башмак от стенки скважины. Управление работой прибора осуществляется с помощью пороховых газов, воспламеняемых электрическим током, пропускаемым по кабелю. После подъема прибора на поверхность измеряют давление в камне, извлекают пробу и проводят ее исследования. Для создания дренажного канала может быть использован кумулятивный заряд. В обсаженных скважинах такой заряд необходим для создания канала в металлической колонии и тоничном камне. При взрыве кумулятивного заряда образуются газы сложного состава, которые попадают в баллон и затрудняют выполнение компонентного анализа газа. Поэтому в большинстве случаев в необсаженных скважинах пробы отбираются без выстрела кумулятивного заряда. При исследовании неглубоких скважин, структурно-поисковых, гидрогеологических, углеразведочных, открытие и закрытие прижимного устройства и клапана пробоотборника осуществляется механическим устройством, приводимым в действие управляющим штоком. Перемещается шток с помощью реверсивного электродвигателя через редуктор. При исследовании нефтяных и газовых скважин механические операции, то есть перемещение прижимных башмаков, открытие и закрытие клапана пробоотборника осуществляется с помощью давления гидростатического столба в живости скважин. Рассмотрим типы опробователей. Разработано большое количество типов опробователей, как для открытых скважин, так и для закрытого столба. Опробователь ОПТ-710 работает на одножильном и трехжильном кабеле в комплекте с обычным промыслово-диофизическим оборудованием. В опробователе все механические системы подчинены действию гидростатического давления жидкости, дополняющую скважину. Рабочее усилие при этом создается перепадом давления между гидростатическими скважинами и атмосферными камерами. Объем камеры 8 литров. Прибор позволяет отбирать пробу жидкости и газа в необсаженной скважине глубиной до 7000 метров при температуре до 200 градусов по Цельсию. Вот так выглядит опробователь ОПТ-710. После открытия клапана возникает переток жидкости или газа из призабойной зоны пласта в емкость пробоотборника, в котором предварительно создается давление меньше пластового. После заполнения пробоотборника опробователь поднимает на поверхность и производит анализ полученной таблины. Наличие электрической связи с поверхностью позволяет контролировать процесс отбора пробы, а также передавать измеряемые параметры, такие как давление, температура, на наземную аппаратуру. Применение кабеля обеспечивает большие скорости спустой подъема прибора. Однако каратажный опробователь позволяет отбирать не более 6-8 литров пластового плюда. Кроме того, перед использованием бурение скважин прекращает, а бурение трубе в струне необходимо поднять на поверхность. Опробователь пластов ОПН-5-7 предназначен для исследования глубоких, не обсаженных скважин малого диаметра. Объем камеры здесь еще меньше, составляет 5 литров. Опробователь ОПН-7-10 работает на основе использования энергии гидростатического давления, столба скважины и жидкости. В нем предусмотрено создание дренажного канала кумулятивным зарядом в случае слабого притока или отсутствия притока. Управление механическими системами обеспечивается особым устройством с электромагнитом. Прибор работает на трехжельном кабеле, позволяет произвести одновременно отбор жидкости и газа из пласта, изменить давление и приток. Объем камеры 8 литров. Опробователь ОПО-5-6 применяется для отбора проб в скважинах, обсаженных трубами диаметром 127 и 152 мм. Образование дренажного канала в колонии, цементном камне и породе обеспечивается путем перфорации кумулятивным зарядом. Объем камеры составляет 6 литров. Механическая система прибора приводится в действие с силой гидростатического давления жидкости в скважине. Принцип действия перечисленных опробователей основан на использовании энергии гидростатического давления столба жидкости в скважине. На рисунке показана принципиальная схема опробователя типа ОПО. По команде с поверхности выдвигается рычаг от прижимного устройства герметизирующий элемент прибора от цифры 1. Башмак со значительным усилием прижимается с помощью прижимного устройства от цифры 2. Прижимается к стенке скважины и изолирует небольшой участок пласта от борового раствора в поле скважины. По следующей команде баллон, находящийся в приборе, соединяется с изолированным участком пласта. Давление воздуха в баллоне равно атмосферному. Так как пластовое давление значительно превышает атмосферное, возникает переток флюида из пласта в полость опробователя. Опробователь пластов ОПГ-4С предназначен для раздельного отбора двух проб из одного участка, то есть за один проск подъем. Объем камер составляет 1,2 до 2,5 литров. Здесь применяется дистанционное электромеханическое управление, что обеспечивает независимость работы прибора от гидростатического давления в поле скважины. Прибор используется с трехжинным кабелем, в комплекте с серийным промо-слово-геопедическим оборудованием. Рассмотрим результаты, которые получают в результате проведения работы по опробованию и проведению анализа проб. Данные опробователей позволяют выделять в разрезе породы коллекторы и не коллекторы, определять характер насыщения, определять положение контактов водонефтяных, газоватяных, газонефтяных, оценивать гидродинамические характеристики пласта. Наличие притока при опробовании надежно свидетельствует о том, что пласт является коллектором. Если при опробовании интервала одного и того же интервала в нескольких точках приток не был получен, значит пласт непроницаемый или же проницаемость его очень низкая. Отсутствие притока в отдельных точках проницаемого пласта, в котором были отобраны полные пробы, означает, что имеются маломощные непроницаемые прослые. Детальное расчленение разреза проницаемости с помощью данных опробователя позволяет уточнить эффективную мощность коллектора. Характер насыщения определяется по результатам анализов отдельных проб. Нефтяносные пласты выделяются по составу газа с повышенным содержанием тяжелых углеводородов. Признаком водоносного пласта является высокое содержание метана более 85% и низкое содержание тяжелых углеводородов в горючих газах а также малое суммарное количество углеводородов в пробах. Высокое содержание газа в пробах говорит о газоносности пласта. Компонентный анализ отобранного газа и определение содержания в нем предельных углеводородов осуществляется обязательно при заполнении камерой фильтратом промывочной жидкости и газовоздушной свежей. Наиболее эффективно применение опробователей в цементированных кранулярных коллекторах. В случае же трещинного коллектора велика вероятность установки прибора против непроницаемого интервала и тогда для получения характеристик пласта требуется проводить опробование в большем числе точек. В кавернозных и трещинных коллекторах возникает такая трудность здесь не всегда удается обеспечить герметичность участка отбора. Радиус исследования опробователей сравнительно невелик, поэтому при большой глубине проникновения фильтрата промывочной жидкости в пласт оценить характер насыщения коллектора бывает затруднительным. Данные опробователей позволяют оперативно оценивать перспективность объектов при поисках и разведке месторождений газа используются для проверки и уточнения результатов интерпретации материалов, полученных методами промысловой диафизики и обеспечивают возможность определения гидродемианических параметров пластов. Далее рассмотрим инновационные технологии испытаний и опробований пластов на кабеле, приборами на кабеле. Это разработки компаний шлимбер гидриджей. Использование технологии испытания пластов на кабеле позволяет определить характер насыщенности и фазовое состояние флюидов с помощью замеров пластового давления, глубинного анализа флюидов и отбора проб. Для определения поведения флюидов при пластовом требуется получения данных о них в пластовых условиях. Выполнение замеров пластового давления, глубинного анализа флюидов и отбора проб затруднительно с использованием обычных технологий в осложненных условиях низкопроницаемых пластов, слабо сцементированных породов, высоковязких нефтей и размытых стволов скважин. Ключевой технологией при замерах пластового давления и опробовании в подобных условиях является радиальный зонд Сатурн, по периметру которого находятся четыре самогерметизирующихся входных порта, расположенных по окружности через 90 градусов. Эти четыре отверстия изолируются от ствола скважины одним и тем же надувным пакером, который прижимается к стенкам скважины большой уплотняющей поверхности, что обеспечивает равномерный отбор феида по всей окружности, значительно сокращая время на окружность. окружность поверхности притока составляет 512,5 квадратных сантиметров, то есть на 1200 процентов больше, чем у традиционного испытателя пластов с прижимым зондом. это позволяет проводить испытания в тех условиях, где ранее это не представлялось возможным, то есть в низкопроницаемых пластах, в коллекторах с высоко вязкой нефтью, слабо сцементированных породах, в коллекторах с околокритическим пластовым флюидом, в условиях неровности стенок ствола скважины. Зонд обеспечивает высокое качество и достоверность замеров давления при подвижности всего лишь 0,01 млд. Минимальное влияние сжимаемости флюида в системе прибор пласт на результаты измерений и значительное снижение чувствительности зонда к эффекту суперчарчинга, то есть повышенное давление в призовой зоне, сделали возможным применение этого зонда в породах с чрезвычайно низкой конецами. По периметру радиального зонда Сатурн-3D, как мы уже говорили, находятся четыре самогерметизирующиеся входных порт расположенных по окружности через 90 градусов. Они изолируются от ствола скважины одним и тем же надувным пакером, который прижимается к стенкам скважины большой уплотняющей поверхности. Это обеспечивает равномерный отбор флюида по всей окружности в отличие от точечного притока традиционных прижимных зондах. Большая площадь отбора флюида обеспечивает вызов и поддержание притока высоковязких жидкостей из малопроницаемых или слабо цементированных пород. Позволяет быстро удалять фильтра бурового раствора и отбирать чистый пластовый флюид для глубинного анализа и отбора пробок. Резиновые детали, изготовленные по собственной технологии, отличаются повышенной гибкостью при герметизации зонда в условиях неровности стенок сквала скважин. При этом, как уже отмечалось выше, дополнительные герметизации обеспечивается за счет самогерметизирующих запортов. Кроме того, радиальная конструкция зонда позволяет удерживать слабо снижение породы, снижает риск обрушения стенок скважины и закупорки прокачивающих линий пласты испытателя. Применение зонда. отбор проб флюида, глубинный анализ пробы, измерение пластового давления, определение градиента давления флюидов, измерение проницаемости в удаленной зоне пласта и определение азминезотропии проницаемости, оптимизация программы испытания скважин. Применение проницаемости Рассмотрим следующую разработку компании Шленберже. Это модульный динамический испытатель пластов МДТ обеспечивает возможность проведения быстрых и точных многократных замеров пластового давления, а также используется для проведения многократного отбора представительных глубин труб из нескольких пластов. Использование аппаратуры МДТ позволяет производить исследования для определения проницаемости и азминезотропии проницаемости посредством проведения интервальных испытаний записью кривых КПД и КВД. Применение зонда многократных замер пластового давления и профилирование пластового давления отбор глубинных проб пластового флюида и глубинный анализ определение значений подвижности флюида в пласти то есть эффективной проницаемости определение проницаемости и анизотропии проницаемости определение напряжения пласти следующая разработка комплексный анализатор используется для определения количественных характеристик пластового флюида в режиме реального времени таких как углеводородный состав газовый фактор плотность и вязкость нефти при пластовых условиях СО2 ПХ фактор воды воды водоносных горизонтов вязаной воды нагнетаемой воды или фильтрата бурового расстояния на водной основе цвет пластового флюида наличие свободного газа в притоке флюида наличие флуоресценции в пластовых условиях в том числе обнаружение выпадения конденсата давление и температура в линии отбора флюида то есть в пробоотборной камере а не на входе в привод удельно электрическое сопротивление прокачиваемой водной фракцией загрязнение буровым раствором на плеводородном основе в целях проведения комплексного анализа используется специальное программное обеспечение обеспечивающее оперативный контроль и интерпретацию результата измерения давления и анализа флюида полученных из нескольких источников данных применение определение характеристик пластового флюида идентификация расчлененности и границ пластов определение композиционного градиента углеводородов разработка мер по борьбе с коррозией и отложениями обеспечение отбора представительных труб однофазных и минимально загрязненных фильтрат мирового разбора моделирование разработки пласта точное определение градиентов пластового давления и межфлюидных контактов определение градиента содержания асфальтенов обнаружение легкой нефти и газового конденсатора определение газового и газоконденсатного факторов следующая разработка это мультипроводборный модуль с шестью камерами модуль способен выполнить отбор шести представительных труб пластового флюида в ходе одной спускоподлинной операции в модуле MRMC могут использоваться два типа отборных контейнеров камера мультипроводборного контейнера и однофазная камера мультипроводборного контейнера модуль может оснащаться контейнерами в любом сочетании в состав одной компоновки MVT возможны включения до пяти модулей то есть всего до 30 отборных контейнеров применения испытания пластов старых скважинах на наличие невовлеченных в разработку залежей углеводородов получение важных экономических данных для оценки скважин снижение уровня риска по сравнению с испытанием пластов в открытом стволе посложненных условиях контроль давления на месторождении при закачке воды пара или СО2 выявление коллекторских зон скважинных подземных хранилищ газа определение напряжений и оценка давления гидроразрыва в обсаженных скважинах еще одна разработка динамический испытатель в обсаженных скважинах технологический передовой испытатель пластов для проведения испытаний в обсаженных скважинах вводящий состав комплекса по проведению каратажа в обсаженных скважинах осуществляет многократные замеры давления и производит отбор плод шлифида из-за колонного пространства обсаженных скважин Прибор обладает уникальной способностью за одну спускоподъемную операцию просверливать отверстия в обсадной колонне, проникать через них в пласт, осуществлять многократные замеры давления, отбирать представительные пробы пластового пленда, а затем закупоривать просверливые в обсадной колонне отверстия для восстановления герметичности. Возможность восстановления герметичности колонны позволяет избежать расходов, связанных с необходимостью спуска и установки пробки и других восстановительных работ скважины, а также расходов, относящихся к эксплуатации буровой установки в связи с проведением этих работ. Заключение Глубинные пробы пластовых флюидов отбираются для исследования их свойств в пластовых условиях. Точные знания свойств пластовых флюидов необходимы на всех стадиях добычи плеводородного сырья. Необходимое условие точного знания свойств пластовых флюидов — это представительность отопленных проб, отбор проб производится с помощью опробователей пластов на кабеле, принцип действия которых основан на использовании энергии гидростатического давления, совба жидкости в скважине. Данные опробователей позволяют выделять в разрезе породы коллекторы и неколлекторы, определять характер насыщения пластов, определять положение водонефтяных и газожидкостных контактов, оценивать гидродинамические характеристики пласта, выполнение замеров пластового давления, глубинного анализа флюидов и отбора проб запруднительно с использованием обычных технологий в сложных условиях, в сложных условиях — это низкопроницаемые пласты, слабо сцементированными породами, высоковязкие внефти или размытый ствол скважины, в таких условиях инновационные технологии, разработанные компанией Шейнберже, применяются достаточно успешно. Это радиальный зон Сатурн, модульный динамический испытатель пластов, комплексный анализатор флюиды, мультипрободворный модуль с шифтю камерами, комплексный анализатор флюида и другие разработки, предназначенные для испытания и опробования пластов, разработанные фирмой Шейнберже. Попробования и испытания пластов производятся на различных этапах работы скважины. Это бурящаяся скважина, это этап разведки, месторождения и эксплуатации. Работы производятся как в открытом двале скважины, так и об обсаживании скважины. Контрольные вопросы для усвоения данной темы. Задание для самостоятельной работы. Рассмотреть другие виды современных технологий опробования и испытаний пластов на камере. И рекомендуемая литература. На этом лекция окончилась. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok